Изображение есть. Ну вот, изображение есть. Значит, приветствую старых знакомых, потому что очень приятно видеть фамилии знакомые уже. Вот, и естественно, что вы знаете, о чем мы с вами читаем, что я в большей степени вам информацию преподношу как... ...психолог, который работает уже почти 20 лет. Но для тех, кто со мной не знаком, я Кондратьева Ольга Гедриховна, я педагог-психолог высшей квалификационной категории, но, естественно, в самом начале я врач-психиатр и преподавала, и преподаю до сих пор в УЗИ, на данный момент Башкирский государственный университет на кафедре физиологии и общей биологии. Потому что по научному своему направлению я психофизиолог. Но, конечно, то мой интерес по жизни интерес и научный, и практически это, конечно же, дети, проблемы, связанные с психологией детства и подростковости. Ну и, естественно, все какие-то практические советы я могу вам реально по некоторым вопросам дать. Ну и сегодня у нас конструктивное общение с подростками, профилактика, естественно, аутоагрессивного, скажем так, самоповреждающего развития. Причем я не буду вам в большей степени говорить именно об этом поведении как таковом, а каким образом предотвратить вот это развитие, то есть развитие вот именно тех неблагополучных состояний у подростка или ребенка, которые предотвратят вот эти неприятные, крайне горестные, трагические ситуации, которые, к сожалению, вот за последнее время достаточно что-то происходит, какой-то определенный очередной всплеск. Это не первый всплеск вот с момента, когда я начала работать с этой проблемой. Начала я с ней еще до того, как я пришла в школу. Просто меня как врача-психиатра, как субмедэксперта попросили провести как бы реконструкцию событий, что можно было сделать. Потому что это был такой вопиющий случай, когда девочка в 15 лет, придя после последнего экзамена, она покончила с собой. Причем папа был дома. До этого дневник самоубийцы, в котором в каждой строке звучало «Помогите, помогите, помогите». Причем девочка и училась хорошо, спокойная, тихая, очень хорошая семья. То есть никаких, казалось бы, внешних проблем не было. Но проблемы были у девочки и в самоопределении. Не было подружки такой близкой очень. Родители были обычные рабочие люди, работали на одном из крупнейших заводов. Была сестренка, с которой были хорошие отношения. С учителя ничего не могут сказать негативного, отрицательного. Но вот произошло накопление и призыв. К сожалению, в последнее время, в последние годы периодически бывают как бы всплески суицидальных попыток и, к сожалению, суицидальных, завершенных уже конкретных действий. Почему больше? Ну, потому что дети стали выбирать, к сожалению, один из самых тяжелых способов, из которых, в принципе, выйти живым очень мало шансов – это высоту. Высоту. А так как у нас в больших городах, особенно у нас достаточно высоких зданий, ну и поссорился с родителями, выскочил и буквально через 2 минуты лежал на земле, спрыгнул с 16-го этажа. То есть, естественно, что шансов нет. Но, к сожалению, вот видео было недавно в Инстаграме. Девочка 13-летняя сняли это видео. Ну, получается, такая домофон, видеокамера домовая. Сняла, как девочка упала с 7-го этажа. Ну, не знаю, счастье или несчастье, она падала как-то вскользь. Потому что сначала упал снег, большая достаточно такая-то. Вероятно, где-то она задержалась и заскользила, потому что ребенок остался жив, но, естественно, с огромными травмами. Ну и удушение, таблетки и так далее, и тому подобное. Ну, резать вены – это проблематично весьма. Я вам сразу могу сказать, как врач, потому что для того, чтобы была кровопотеря, соответственно, необходимо вскрыть глубокие артерии вены, которые лежат очень глубоко, и ребенок, испытав боль, не будет это делать. Но это вот немножко такое, чтобы мы постоянно находились взрослые в таком некотором напряжении для того, чтобы понимать, что нам постоянно необходимо наблюдать за детьми, нам постоянно нужно говорить какие-то слова, которые помогут ребенку выйти из того состояния. Ну, вот это нам сделали очень хорошую презентацию. Я вам ее не показываю, потому что презентация адаптирована в том числе и для родителей. То есть центр нашей психолого-педагогической, социально-медицинской помощи по району города УПЭ. Вот они сделали нам такую очень хорошую презентацию, которая достаточно очень, скажем так, доступна в том числе и для людей, которых не очень много знают терминов – это родители. Мы уже опробовали многие, потому что была ситуация такая, когда мы проводили фронтально родительские собрания с первого по девятый класс. Ну и вот посмотрите, это определение, да. То есть вот почему по именительным подросткам суицид, как осознанный и намеренный акт самоустранения жизни под воздействием острых психотравирусных ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет смысл. Почему не подходит это к детям и подросткам? По моему мнению, вы знаете, что я всегда высказываю свое мнение, я имею уже на это право, как кандидат наук, как доцент, я имею свою определенную научную точку зрения. Потому что, собственно говоря, собственная жизнь подростка, как высшая ценность, у него нет этого, не сформировано, абсолютно не сформировано, потому что возраст еще не предрасполагает к этому, понимаете. Поэтому, естественно, что вот эти вот моменты мы должны помнить обязательно. Но суицидами... Ольга Генриховна, прошу прощения, или поближе к микрофону немножко звук иногда западает. Западает звук. Микрофон чуть-чуть поближе. Ну, вот, все, да, сделала. Сделала. Спасибо. Ну и давайте будем смотреть и будем... Но не будем с вами разговаривать о том, что там написано, а будем почему. И вот смотрите, общий смысл того, о чем думает ребенок, не то, что я не хочу жить, а я так не хочу жить. То есть ситуация преобладает над его эмоцией. Не просто жизнь, вот надоело все, это вот истинное суицидальное поведение, когда все, а именно ребенок ищет выход из конкретной ситуации. Причем очень часто конкретная ситуация лежит на поверхностях. Ну и давайте, вот немножко у нас есть факты и есть мифы. То есть факты, которые действительно подтверждены, подтверждены статистически, подтверждены, и мы должны, в общем-то... Я занята пока, да. Извините, пожалуйста. Дело в том, что суицид основная причина смерти среди подростков. Нет, абсолютно. Даже речи не быть не может. Основная причина, основных причин смерти не несколько. Это травматизм серьезный, в том числе увеличено сейчас, потому что есть экстремальные ситуации, в которых они любят участвовать, а это очень сопряжено с повреждениями со стороны здоровья. И одна из основных причин именно смерти среди подростков это онкологические заболевания, туберкулез и так далее. То есть вот у нас смерть среди подростков не настолько она высокая, чтобы говорить, что суицид основная причина. Нет, неправда. Это миф. Суицид можно предотвратить не всегда. Не всегда. То есть с одной стороны это миф, но с другой стороны всегда не получается. Но можно. Как правило, потому что он не происходит без предупреждения. Какие предупреждения? Уважаемые коллеги, мы столько раз об этом уже говорили. Как увидеть? Какие предупреждения? Что я думаю, что повторяться нет смысла. Но прежде всего, сквозь, это... А что? Прежде всего. Прежде всего, это изменение поведения ребенка. Любое изменение, да, перечисляю, там прощание, там раздаривание, нет. Просто обратить внимание на любое изменение со стороны поведения ребенка. Во-вторых, это изменение со стороны успеваемости, потому что ребенок в этот момент по какой-то своей причине он тревожен, он переживает. Ну и давайте сразу же, психологи, педагоги, когда нам плохо, мы что, думаем о работе? Или нам плохо из-за работы, но мы как о работе думаем? Опять же с тревогой, опять же с беспокойством. То же самое и ребенок. Естественно, что воспринимать какую-то новую информацию, воспринимать именно, что его все любят, да не слышит он, он занят весь этот переживанием. Ну и следующее, смотрите, о совершении самоубийства они только пытаются привлечь к себе внимание. Лучше всего игнорировать их. Ну, неправда. Игнорировать ни в коем случае нельзя. И не только привлечь к себе внимание, потому что есть категория определенных психических расстройств, которые могут вот этот суицидальный риск возвести именно в цель. То есть он будет добиваться этого. Скорость к самоубийству наследуется? Нет. Наследуются особенности, реагирования центральной нервной системы на ситуацию. В том числе это касается и эмоционального реагирования, это касается и интеллектуального реагирования. То есть, да, вот эти особенности, вас, ну, как психопатия ядерная, вы же прекрасно знаете, что если есть тип определенной реагирования нервной системы, то, соответственно, возможны передачи вот этого темперамента, вот этих реакций ребенку. И если ребенок еще и будет воспитываться в этой среде, то, конечно, мы получим то, что мы получим. Но склонность не наследует. А все суицидальные личности страдают от психических расстройств. Нет. Это тоже миф. Разговоры с самоубийством может поощрить свершительство. Нет. Тоже нет. Надо разговаривать, надо объяснять, надо выяснять причину. Вот здесь, понимаете, если мы это будем делать, вот ту степень любопытства к этой ситуации мы снизим у ребенка. Ребенок, подросток особенно. Почему он лезет туда, куда не надо? Потому что ему интересно, любопытно. А тут еще и мы. Ой, нет, и нет, мы ему говорить не будем. Нет, надо разговаривать, а разговаривать очень серьезно. Как только начинаешь с ними разговаривать на какие-то темы, которые, ну, хавжерские некоторыми людьми считаются недоступными для их возраста, то ты получаешь такую степень доверия, и тогда ты можешь говорить. Ольга Генриховна, давайте попробуем что-нибудь со звуком сделать. Очень часто и сильно западает. У меня четко идет. Абсолютно. Западает звук очень сильно. Давайте... Вот я камеру отключу. Что особенно? Так слышно лучше? Алло. Слышно меня? Ольга Генриховна, вы попробуйте поговорить. А хорошо слышно? Или вообще не слышно? Так. Побольше поговорить, потому что он через предложение слышно, предложение западает. Ну, я уже совсем в микрофоне практически. У меня все отключено уже. Все вкладки, ни одно, ничего у меня нету уже. Все уже, все что только возможно. Даже ворды все повыключала, все повыключала. Вот давайте, давайте так попробуем. Это, скорее всего, из-за интернета такая вещь идет. Давайте попробуем без камеры. Ну, это вот технически, вы же извините, коллеги, технически у нас, видите, новая платформа, тоже ее надо осваивать, и компьютер в том числе. Ну, вот смотрите, по поводу разговора, я еще раз говорю, если мы будем говорить, казалось бы, запретные, ну, естественно, мы будем разговаривать с человеком, который, тем языком, который он способен понять. Естественно, мы не будем говорить через слово употребляя этот термин. Мы будем говорить в данной ситуации о том, что может сделать ценным твою жизнь. И, соответственно, вот эти антисуицидальные тенденции приведут к тому, что, собственно говоря, суицид как любопытный факт, как интересного. Почему они играют? Почему они играют вот в это удушение? Почему они играют в какие-то экстремальные игры? Ну, любопытство, а чувство риска, ощущение риска и предвидение будущих каких-то осложнений у них пока нет. Сформируется это чем старше, тем лучше. Большинство жертв не хотят умирать. Да, это действительно так. Вот это факт конкретный, потому что в любом случае до самого последнего момента почему люди просят об автаназии, когда они очень тяжело больны? Потому что, по сути, сам человек не хочет уходить из жизни. Сам. Он боится этого. И он ждет вот этого убийства, этаназии, потому что этаназия, в моем мнении, однозначно, это убийство узаконенное, особенно убийство узаконенное детей, к сожалению, сейчас это достаточно распространено в странах Европы, к сожалению, и это просто, даже не к сожалению, это просто какой-то ужас. Вот. Поэтому, естественно, что подавляющее большинство не думает о том, что, в общем-то, их больше не будет. А подростки не думают вообще об этом. Все действия являются импульсивными, свидетельствуют о малом планировании, либо отсутствии. Это миф, потому что иногда бывает вот то, что мы называем с вами истинное суицидальное поведение, когда подросток, взрослый человек проходит все этапы поведенческие, эмоциональные, приходит к выводу, планирует сроки, планирует действия, которым он будет уходить, назначает конкретную дату, время, даже иногда приглашает земли. То есть, смотрите, пожалуйста, я вот буду плохо мне, я уйду из жизни. Суицидальные личности находятся в депрессивном состоянии. Да, это так. То есть, в хорошем настроении намеренно человек ни в каком возрасте уходить в жизни не сможет. Ну и миф. Не существует связи между нарко, токсикой, алкоголизмом и суицидальным поведением. Есть прямая связь, потому что мы не будем забывать о галлюцинациях, мы не будем забывать о депрессивных состояниях, мы не будем забывать о состоянии ломки, когда вот это физическое тяжелое состояние приводит вот к такому поведению и попыткам, и уходу. Ну и самоубийство может совершить каждый это факт. То есть, здесь очень сложно говорить о том, что это, ну, для кого-то. Ну и вот, смотрите, теперь мы будем с вами рассматривать факт террориста и как это можно предотвратить. Межличностные конфликты в школе и в социуме. Что проводится? Проводится, во-первых, наблюдение, классный руководитель делает это, лучше любого диагноста, очень быстро все он это отслеживает. Ну и, естественно, что педагог-психолог, социальные педагоги, это диагностика. Диагностика социальная, диагностика связанная с психологическими тестами, то есть, то, что у нас по плану с вами есть, у нас проводится диагностика тотальная эмоционального состояния ребенка в начале года, обязательно с 7 по 11 класса, с 6 по 11 класса. То есть, это только вот эта плановая, фронтальная диагностика, выявление группы риска и дальше работа уже с этими детьми. Да, этих детей достаточно много, которые ощущают себя в момент диагностика не очень хорошо. Поэтому межличностные конфликты, что это? Ну, это прежде всего личностные тесты, которые мы можем, это мотивация к школьному обучению, ну и, в принципе, методики, две прекрасных методики на выявление тревожности. Эта тревожность у нас связанная, тревожность связанная у нас с тем, что школьные какие-то страхи определенные появляются, Филлипса, да, но и более старшие классы, это, естественно, что те классы, которые уже восьмой, девятый, когда мы можем предложить методику Спилбергера-Харта. Это методики очень быстро обрабатываемые, это методики, которые быстро проводятся и выявляются, поверьте, за столько лет, ну, просто-просто прекрасно дают результаты для того, чтобы все это выявить. Ну, межличностные конфликты со сверстниками. Существует несколько методик, которые также быстро обрабатываются, дают потрясающие какие результаты, именно диагностические, как диагностические критерии. Это социометрия, это, естественно, детские методики проективные могут быть, это обязательно то, что должно быть, опять же, в плане у нас. Выявляются достаточно быстро, социометрией мы можем выявить абсолютно все. И социометрия, и предыдущие тесты, которые я сказала, это используются те методики, и тогда, когда у нас есть предположение, что ребенок является жертвой буллинга. Но кибербуллинг у нас с вами сейчас отслеживается очень серьезно. Почему? Потому что у нас есть даже, ну, не у нас, а у людей, которые этим занимаются, программы специальные разработаны, которые выискивают вот те сайты, на которые дети несовершеннолетние находятся, где им находиться нельзя. Ну и жертва буллинга, вот есть, например, предрасположение, то мы проводим больше разговора, естественно, мы беседуем с ребенком, поддерживаем его. Это есть специальные алгоритмы, которые говорят об этом. Ну и, естественно, что это вот те исследования межличностных конфликтов со сверстниками, это тоже обязательно. Обязательно работа с жертвой, и обязательно работа с тем человеком, который это провоцирует. Поэтому, естественно, что в данной ситуации мы должны с вами обязательно сделать так, чтобы дети именно в отношении буллинга понимали, что нужно обязательно довериться взрослым людям, для того, чтобы этого не было. То есть обязательно сказать, ты молодец, ты молодец, что ты пришел, потому что вдруг будет более слабый человек, который не сможет противостоять, а ты сильный, ты пришел, ты рассказал, давай будем решать эту проблему. Трудности межличностного взаимодействия, ну, это тогда, когда, ну, мы с вами говорим, что это, прежде всего, конечно, классный коллектив и педагогический коллектив, потому что мы не можем отрывать всех субъектов образовательного процесса друг от друга. Поэтому трудности межличностного взаимодействия, это те трудности, которые, ну, опять же, мы в процессе диагностики их выявляем. Это вот для этого социуметрия есть, потому что там есть специальные индексы, по которым мы можем с вами определить привлекательность класса для ребенка, ребенка для класса. Мы можем выявить определенные группировки, мы можем выявить статус и так далее. Почему трудности возникают? Ну, здесь может быть несколько. Это могут быть особенности темперамента, то есть ребенок такое достаточно замкнутое, воспитание в том числе. Это могут быть особенности личностного развития, это могут быть наличие конфликтных детей, которые провоцируют других, и поэтому возникают вот эти трудности. То есть здесь достаточно много. Ну, постарше, когда становятся это неразделенные чувства, к сожалению, сейчас неразделенные чувства у нас встречаются достаточно часто, рано, и поэтому упускать это из виду мы ни в коем случае с вами не должны. Проблема одиночества, вот это тестирование, которое мы проводим в сентябре по эмоциональному состоянию детей, позволяет именно выявить как раз в том числе и ощущение одиночества. Не потому, что человечек действительно одинок, мы все-таки говорим с вами о детях, о школьниках, а просто ребенок ощущает себя одиноким. Отмахиваться от этого, ну, тем более, педагогам, психологам, извините, мы не имеем на это права. Родители, да, иногда считают, что это проблема не завызенного, не стоит, и давай на эту тему разговаривать мы больше не будем. Бывает и так. Ну, и вот это последнее общение со сверстниками, склонными к суицидальному поведению, это как раз вот те сайты и разговоры любопытствующих и разговоры, общения с теми людьми, которые намеренно это делают. Здесь необходимо, конечно, очень внимательно и родителям, и педагогам следить за тем, как, с кем и как ребенок общается. Вот, ну, и вот здесь опять же несколько у нас, да, дополнительно синдром отличника, ребенок нацелен, и, как правило, перфекционисты с синдромом отличника это очень тревожные дети с серьезными страхами, и страхами, прежде всего, связанными, естественно, с оценкой. Конфликты с одноклассниками, это мы с вами уже говорили. Ну, и вот еще один из факторов риска, это пубертатный период, физиологические, гормональные изменения. Вот, ну, здесь мы, женщины, мы с вами прекрасно понимаем, что наступает у девочек период, когда устанавливается менструальный цикл, начинаются различные проблемы, которые связаны именно с реагированием эмоционально, и не всегда это бывает спокойно, поэтому мы должны это понимать и относиться очень внимательно, очень бережно к девочкам вот в этот период, пока они обучаются в нашей школе, особенно у тех, у кого есть определенные процессы, с этим проблемам. эмоциональная нестабильность, импульсивность, это чаще всего проблемы, которые связаны с физическим состоянием ребенка, неврологические проблемы, проблемы психического развития, психические расстройства и так далее. Впечатлительность, внушаемость, ведомость, это свойства детей подросткового возраста, это свойства, и мы должны в противовес тому, что им говорят не то, что нужно, в противовес мы с вами можем говорить то, что необходимо, то, что важно, действительно важно для будущей жизни. Формирующиеся личностные расстройства, ну, как правило, это предпосылки семейного воспитания, и которые постепенно, особенно в продростковом периоде, начинают проявляться характерологическими чертами. Ну, и скромность к рискованному поведению, мы с вами тоже об этом сказали, потому что действительно они любят рисковать, считают, что адреналина это очень важно, и так далее. Ну, факторы здесь у нас, ну, на мой взгляд, что больше всего? Это конфликты семейные, на мой взгляд, я бы выставила это на первое место, когда действительно ссоры между родителями, и особенно тогда, когда, к сожалению, родители делают виноватым ребенка, или ребенок себя ощущает виноватым, потому что семейные конфликты происходят, ну, и начинает формироваться вот то депрессивное состояние, потому что выхода-то он найти не может, ребенок, он ребенок, поэтому, естественно, что вот это важно. Ну, этого не будет, если будет качественно, то конструктивное общение в семье, взаимное уважение между родителями, с родителями, внимательно будут относиться, если он сказал, я хочу посидеть один, оставьте меня в покое, не обижаться, считая это глобой, а сделать так, чтобы ребенок действительно побыл в одиночестве, потому что ему нужно обдумать вот тот момент, когда он может прийти к какому-то определенному выводу. Вот, ну, вот мы с вами сказали, что не наследуется, но мы должны понимать, помнить, что любые проблемы психического здоровья, особенно неправильное в том, что суицидальное поведение у родственников, оно копируется ребенком, и чем меньше ребенок по возрасту начинает видеть раньше это все, тем, естественно, что больше это укрепляется в его сознании, в его поступках, в его действиях. Ну, вот, низкая цифровая грамотность родителей они не могут посмотреть, ну, психологи скажут, и педагоги слышали это не раз, я не псих, я не пойду к психологу, но это зависит, конечно, от того, насколько мы сформируем вот это доверительное отношение между нами, между ребенком, родителями, педагогами и психологом, тем, естественно, больше. насилие в семье описаны случаи в литературе, их немного, но они описаны, когда именно насилие в семье приводило к суициду у детей 6-7-летнего возраста, физическое, чаще всего сексуальное, ну, и, соответственно, ребенок как средство ухода от боли уходил из жизни. Ну, потеря родителя, суицид от родителя не наследственный фактор, еще раз повторяю, а именно копирование поведения. Ну, и что же, на что мы должны обратить внимание очень пристально, и что, конечно же, мы должны с вами понимать, что процент суицидальных попыток очень маленький, к общему количеству детей и подростков, но мы должны помнить, один ребенок ушел, это трагедия целого мира. Ну, вот смотрите, потребность в обсуждении проблемы естественной конечности жизни и умирания, то, что мы уже с вами обговорили, то есть с ребенком эту тему надо обговаривать, потому что есть возрастной страх в подростковом возрасте, это страх смерти, свои действия. Ну, вот то, что говорили мы о романтизации смерти, атрибутика, вот ты там будешь, вот там это, еще что-нибудь такое, интерес, любопытство, и все и все и вот то, что как раз к сожалению является ведущим, когда они принимают решение это сделать, нет представления у них необратимости данного поступка, нет практических представлений о последствиях вот мы с вами говорили раньше, притягательность запретна, эффект бесконечности жизни, вот оно все, что приводит, ну, в силу чего, ну, в силу какой-то преобладания фантазийности в сознании ребенка, или наоборот, очень просто, ребенок очень простой эмоционально, и вот ему сказали, что ты испытаешь, вау, кайф какой, вот он, вау, и пошел, почему дети, к сожалению, вот мы с вами произнесли слово, что они уязвимы, что они подвержены, ведомы, ну, потому что, естественно, вот эта потребностная сфера у них есть, но как реализовать свои большие потребности, большие желания, они не знают, и поэтому любой человек, который как будто бы подскажет выход из этой ситуации, то, естественно, что просто, ну, он не сможет. А вот, дальше, нет четких жизненных целей и ценностей, вот, и поэтому, естественно, что все, что кто-то более значимый для человека скажет ребенку о каких-то ценностях, то он и будет, да, вот это ценно, вот это очень хорошо, особенно, когда об этом не разговаривают с ним родители, это особенно, то есть, любой подросток его возраста, любой человек, который постарше может быть, особенно, если он постарше, то вот и получили мы жизненные цели, которые, они не соответствуют реальности. Значимо признание следователя. Вот почему вот эти группы очень опасны, потому что заразительность в этих группах высочайшая. Устойчивость в ситуации стресса, стрессоустойчивость так называемая, но она не может быть выражена, потому что у нас очень низкая эмоциональная регуляция, есть проблемы с иммунитетом, есть проблемы с гормональными определенными сдвигами и так далее. Мало жизненного опыта. Это факт. Отрицаются авторитеты взрослых, но признается мнение следователя. Видите, парадокс какой, да? Ну и компромиссы, естественно, что они еще не знают, что такое компромисс, и поэтому, естественно, что их поведение без компромисса. Что может угрожать ребенку по формированию данного жизненной обстоятельства и ситуации, которые ребенок воспринимает как трудные и непреодолимые. милые родители, дорогие и уважаемые коллеги, мы должны в тот момент, когда ребенок приходит к нам со своей проблемой, вспомнить свой подростковый период и вспомнить, как нам было плохо, почувствовать его. Вот эта эмпатия, она должна быть настолько выраженной в данный момент, потому что как только мы почувствуем, что ему больно, плохо, хотя ситуация, на наш взгляд, которую он находит, ерунда полнейшая, нам кажется, но не ему. Мы знаем, как из нее выйти, но не он. И тут мы еще влезаем со своим датачо, хватит уже кукситься, хватит уже капризничать и тому подобное. То есть здесь в данной ситуации не должно быть ни в коем случае. Не должно быть. Поэтому, естественно, что вот эти обстоятельства, они в детском подростковом возрасте одни, в нашем возрасте они совершенно другие. Использование интернет-ресурсов это отдельная тема. Я думаю, что вы на эту тему разговаривали, потому что здесь необходимо сразу показывать интернет-ресурсы, которые именно разрушающие действия. Ну и социальные изменения в обществе, которые не зависят от семьи и школы. Ну вот, пандемия, которая, к сожалению, или к счастью, ну в общем-то, из любого надо, из любой ситуации извлекать положительно, но могут извлекать положительно только те, кто реально ощущали эту ситуацию, понимали ее и нашли определенный выход. Ну и в данной ситуации вот на днях у нас эти митинги, куда, ну, это преступная, абсолютно взрослые люди звали подростков на тусовку, а ребенок идет на тусовку, он же не понимает, что там физически опасно, физически. Поэтому вот вам, пожалуйста, все, что угодно. Ну и вот то, что называется несуицидальное самоповреждающее поведение, это вот то, что мы с вами достаточно часто видите, это, конечно, не обязательно будет приводить к каким-то серьезным повреждениям со стороны здоровья, очень маленькая вероятность исхода витального или повреждения здоровья. Поэтому, естественно, что в данной ситуации мы должны это видеть и рассматривать вот такое поведение, как определенные проблемы, проблемы со стороны здоровья. Ну и виды какие? Порезы, шрамы, царапины, прижигания, удары, щитки самого себя, навязчивое прокалывание кожи, выдирание волос, вот вы видите, да, здесь практически ребенок уже лобная доля облесевший. Например, какие-то коварики покусали, начинают эту рамку без конца доводить ее иногда до серьезных абсцессов, то есть расковыривает, расковыривает и так далее. Спиливание костящих пальцев, выдавление прыщей, навязчивое, даже когда, в общем-то, прыщики его не трогают, но он это делает. Почему он это делает? Дело в том, что этому способствует прежде всего наличие каких-то определенных нарушений со стороны центральной нервной системы. В данном случае мы будем в большей степени говорить о тех повреждениях центральной нервной системы, которые были или в результате проблемных родов, или в результате какого-то травмирования, ну, так называемой энцефалопатии, то есть остаточные явления, которые в том числе и снижают лобную, лобный контроль за поведением. Ну и главное, это та раздражительность, в которой возникает, и выраженная тревога, которая вот как раз именно тревогу в большей степени эмоционально переживаемого, они пытаются таким образом уменьшить физически, физической болью, уменьшение хронической вот этой эмоциональной боли. Ну и видите, признаки какого-то определенного расстройства. А зачем прибегают они, вот, чтобы справиться с утратой физической, душевной боль физической, наказать себя, это все, у которых постоянно есть вот это со стороны взрослых давление, что он виноват, виноват, виноват и виноват. Ну и чтобы наказать себя за какие-то реальные или нереальные абсолютно проблемы, он таким образом это делает. Есть, к сожалению, определенные нарушения со стороны схемы тела, то есть ребенок, испытывая вот эту сильную раздражительность, душевную боль, он начинает делать что-то, чтобы ощутить себя, потому что в этот момент начинается нарушение большая голова, длинные руки и так далее, но это серьезные психические нарушения, на которые нужно обратить обязательно внимание. Чтобы почувствовать эйфорию, боль это всегда сильная эмоция, которая в том числе и вызывает эйфорию. Исследовать границы своих возможностей, слабо, привлечь внимание прежде всего среди своих одноклассников, повысить статус, справиться с тревогой депрессии, просто чтобы повысить себя отчастие. Признаки угрозы. Не игнорируем, ни в коем случае мы этого не игнорируем и обращаем внимание на вот это все. А я сейчас немножечко остановлюсь. Пожалуйста, задавайте вопросы, но в чат вопросы, чтобы я их видела. Хорошо? Ну вот со звуком я не знаю что, но вот все, у меня все нормально работает. Я жду от вас вопросы для того, чтобы успеть на них ответить. Пожалуйста. Вот. Ну и видите, высказывание нежелания жить, фиксация на теме смерти. Ну вот это все признаки истинного суицидального поведения, которое, конечно, уже требует не просто работы с ребенком психолога, школьного психолога в центре, но и уже обращение к психиатру для того, чтобы выявлять нет ли каких-либо психических нарушений, связанных с какими-то проблемами здоровья. Ну и вот вот это очень хорошая такая вопрос, который мы можем раздать родителям для того, чтобы посмотреть, насколько контроль и насколько внимание, доверительные отношения сложились у ребенка с его родителями. Когда сталкиваются родители в такой ситуации спокойствие и терпение и не справляться с самим стрессом, потому что, конечно, такие ситуации у ребенка это всегда стресс для родителей, но и помнить прежде всего, что это сложная ситуация. у ребенка, а не у нас с вами взрослых родителей. Устанавливаем контакт. Сначала нужно сесть родителю и самому подумать, как же он любит своего ребенка, как он к нему относится, как он с ним разговаривает, как давно они просто сидели и молчали друг рядом с другом, когда они последний раз ходили в кино, обсуждали книгу и так далее, и так далее. То есть все, что возможно. И только после этого, осознав, что вы его видите, надо сказать ребенку об этом, потому что, если это будет разговор недоверительный, то есть ребенок не почувствует доверия со стороны к вам. Нам презентацию предоставили, можно потом ознакомиться и прочитать, пожалуйста, что-то неладно, я раскрываю просто вопросы. Презентация спикером для этого и готовится, чтобы он ориентировался на что-то и отдается вам в том виде, Татьяна Баршанова вопрос задает, но и как видите, я в общем-то вам даю какие-то практические советы, а не просто читаю презентацию. И когда, обдумав вот этот вопрос, насколько вы сможете честно сказать ребенку, честно сказать ребенку, вы тогда садитесь и с ним разговаривайте, потому что тогда разговор состоится, обязательно состоится. Так, а что такое? Это вы о чем? так, что-то меня выключило куда-то, вот, поэтому, ну, каждый день, я не знаю, насколько каждый день, так, в чате задаете вопросы, может ли психолог самостоятельно справиться с попыткой суицида у ребенка? нет, попытка суицида это уже алгоритм действий, и, в общем-то, он расписан очень четко, потому что если была попытка, если есть намерение, да, возможно, но если это уже была попытка, здесь мы уже ничего не сможем сделать, потому что у нас есть определенный алгоритм, где мы будем действовать, что делать, если была попытка, еще раз говорю, есть алгоритм, четко, если была попытка, это сразу подключается полиция, следствие, ну, и все, что мы сделали в отношении данного ребенка до того, что мы выявляли или не выявляли до этого, ну, и, соответственно, это то, что мы будем делать уже по предотвращению повтора, работать с ближайшим окружением и так далее, то есть выявление причины. Ну, и вот как поддерживать объявительное отношение с ребенком, ну, здесь очень сложно сказать, потому что есть определенные у каждого какие-то точки соприкосновения ребенка, поэтому я думаю, что все это вам пригодится. Еще раз говорю, это я вам демонстрирую, но говорю немножко свое, это очень хорошо будет для родителей, как памятка для родителей. Да, это очень большая достаточно, большая презентация, но тем не менее она вам пригодится. Ну, и создавайте домашнее правило, ежедневно обсуждать проблемы и трудности. Здесь я тоже не совсем. Чем старше ребенок, тем меньше он захочет делать вот именно такие посиделки, потому что у него есть личное пространство, на которое он пускать туда не будет. Как правильно разговаривать с ребенком, с каким ребенком, Анна? Дело в том, что вот, Елена Грачева задает вопрос, правильно ли я поняла, что сначала намерение, потом попытка суицида. Не обязательно намерение может быть очень кратким. Вот я вам привела пример, когда пятиклассник поссорился с родителями из-за того, что он не победил на Олимпиаде, выскочил и спустя уже две минуты лежал в гнезду. Все, спасти его не удалось. То есть здесь очень сложно сказать, здесь эмоционально, маленький мальчик 11-летний, вот с чего она решила наказать. Ну, потому что не подумала о последствиях. А с ребенком, с каким ребенком правильно, как правильно разговаривать? Со своим ребенком, с посторонним? Ну, не знаю, в зависимости от ситуации. Покажите свое уважение ему, это обязательно. Ну, и обязательно для психолога, для педагога, для них, для самих и для детей, с которыми она не работает. Это естественно, что вот эти трудности, стрессовые ситуации, это обязательно необходимо научить, как с этим справляться. Ну, здесь я не буду говорить, потому что это целая программа формирования стрессоустойчивости. По душам, опять же, вот видите, это все вытекает из того, как вы любите ребенка и как вы с раннего, очень раннего, практически рождения привыкли с ним общаться. Ити маленький ребенок, он тоже общается, вот внучке год и три месяца будет, там идет общение, там взрослый, человечек, который уже имеет какие-то свои требования определенные. Определенные требования. Поэтому, ну, я думаю, что здесь обдумайте, если родители, родители не получаются самим, то есть, уже какие-то определенные проблемы созданы, но есть психолог, с которым можно поговорить именно о проблемах взрослого человека, что делать в этой ситуации. И дальше уже идет обучение родителей, это классные часы, информирование родителей. Потому что, когда я проводила классные часы вот среди наших родителей, вы знаете, столько сплыл разговоров, и столько появилось просьб о том, чтобы больше на эти темы разговаривать, поэтому это обязательно должно быть запланировано. это может быть просто информативные какие-то классные часы для детей, родительские собрания с информацией, поэтому, естественно, что это обязательно. Ну и дальше вот я просто пролистаю вам, время заканчивается, у нас уже доверие контроля, но учтите, что контроль очень часто должен быть завуалированным и основан именно на доверии, но не тотальный контроль. Тотальный контроль подросток вам не даст осуществлять. Ну и вот как раз эти телефоны доверия общероссийские они нам представили, у нас есть свой в результате. Вот специализированные страницы интернет, видите, вот можете выйти туда, профилактика, я имею в виду специалиста, но и для родителей это не помешает, я думаю. Ну и вот этот центр, который у нас занимается, в том числе и подсказками для нас и делает вот такие вещи, которые можно использовать, потому что это распространено, но с учетом все-таки того, что вы обязательно говорите откуда. Ну и притча, видите, путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел реки о том, чем детей и бросился их в посадь. Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь. Тот стал помогать всем, кто держался на плаву. Увидев третьего путника, они позвали его на помощь, но он, не обращая внимания на призывы, ускорил шаги. Разве тебе безразлична судьба спасателя? Третий ответил. Я вижу, что вы пока справляетесь, я добегу до поворота и посмотрю, почему дети попадают в реку и постараюсь предотвратить. Поэтому в данной ситуации предотвращение вот всех тех проблем, из-за которых дальше формируется вот тот, что мы называем трагедией. Так, шестилетним ребенком в детском саду, если нет психолога рядом, а только воспитатель. Анна, а проблемы с ребенком в чем? Потому что мы будем отходить от проблемы. Если это проблема, разговор будет разным с шестилетним ребенком абсолютно. Ребенок прошел в пятом классе булем, проблема не обсуждалась в классе, остался здесь же, но очень запнулся. Ни с кем не дружу в классе, как вести себя родителем. Но я думаю, что родителям необходимо все-таки подойти к психологу и к администрации. Тем более два года уже прошло очень сложно, здесь уже личностные нарушения. Но во всяком случае поговорить с психологом, выяснить, какие есть изменения со стороны психического развития ребенка, личностного развития. Ну и дальше соответственно заниматься уже коррекционными какими-то проблемами к действиям, которые уже сейчас. Есть ли сейчас буллинг, нет ли буллинга, просто-напросто надо выяснить. Для этого есть алгоритмы четкие, у психологов это четко срабатывает, у педагогов это все сказано. 12 февраля у нас будет следующий по синдрому дефицита внимания с гиперактивностью, но я больше буду говорить о дефиците внимания, чем о двигателях нарушениях. Прежде всего, конечно же, какие-то практические свои советы дам по диагностике и по коррекции данного состояния. Вопросы еще какие-то есть? Извините, что звук, но я думаю, что техники наши это... Мы здесь еще посмотрим с компьютером что и как, но сами понимаете, первый раз на этой платформе, поэтому извините, если что. Ну, если что, у вас хорошая презентация, спасибо нашим коллегам, которые вам пригодятся и которые вы еще раз сможете просмотреть. Вопросы еще какие-то? Вот еще один вопрос есть. А, спасибо, говорят. У меня все? Я выхожу? Ольга Генриховна, посмотрите, пожалуйста, во вкладке «Вопросы». Там есть несколько вопросов к вам. Может быть, на них сейчас получится ответить. Это рядом с чатом значок со знаком «Вопросы», вкладка «Вопросы» и вот там несколько вопросов. «Вопросы» «Вопросы» я слушаю. Ольга Генриховна, посмотрите, во вкладке «Вопросы» там появились вопросы от наших участников. Может быть, на них сейчас быстренько на что-то смогут ответить. Марина Семеновна, Марина Семеновна, ну, если вы говорите в советское время, значит, вы где-то мой ровесник, то, что называем сагдеповским ровесник. Почему вы решили, что в советское время мы были более воспитанными и сдержанными? Вот я, мне не совсем понятно, я ребенок 62-го года, школа 69-79, дальше училище, замужество раннее и так далее. Почему? Дело в том, что я не знаю, почему, я бы не сказала, что мы были вот мои сверстники, в моем дворе, в моем классе, были сдержанными. Нет, я не могу сказать. Потому что мы были дворовыми детьми, но мы знали, и кто в этом виноват. В этом виноват больше взрослый человек, семья, поведение взрослого человека. Самое главное, это было семейное воспитание, были так называемые общечеловеческие ценности, была цензура достаточно серьезная. И я считаю, что то, что была цензура, например, это было правильно. То есть вот те ценностные факторы, они формировались немножко по-другому. Почему сейчас? Потому что очень много информации, которая не фильтруется опять же взрослыми, не цензурится взрослыми, она попадает напрямую к детям. Ну, извините, я практикующий психолог, консультирующий, да, и когда ко мне приводят семи, восьми и пятилетних детей, шести, шесть девочек, уже было шесть, которые в течение почти года делали групповуху, вы знаете, это очень серьезно. И когда я спрашиваю родителей, родители милые, зачем вы вообще в доме держите эти вещи? Ну, мы же спрятали, я говорю, вы мне объясните, где можно в двухкомнатной хрущевке спрятать кассеты, которые одна за краем глаза ребенок выделили. Поэтому о чем говорить? Тема пубертата это всегда было, чем больше мы взрослые будем говорить, что они грубые, неуправляемые, много внимания нужно. Дело в том, что мы говорим о грубости подростков грубо, мы давим на них, мы говорим, вы такие, обратите внимание в транспорте, когда сидит бабуська совдеповская, взрослее меня намного, и начинает, вот вы, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Нецензурно. Извините, они будут обожать, что ли. Я выросла во дворе, мои друзья выросли во дворе, одноклассники в одном во дворе и 8 человек росли. У нас был твор очень непростой. Но при нас наши алкоголики, наши ретидиалисты, тюремщики не выражались. То есть это, опять же, зависит от взрослого человека, потому что взрослому легче себя контролировать. Надеюсь, что я... Ну, а вот эта субъективная проблема детей, отцов и детей, она нормальная, естественная. Ничего страшного в этом нет. То есть всегда мы будем так, но пока мы не будем ощущать любовь к этим детям, уважение, мы ничего не получим. Мы не получим того, что и отдача, того уважения. Я не могу сказать, что мои племянники... Ну, они, правда, взрослые уже, но племянников еще не очень. Внуки, которые растут, у нас их на круг 7 человек. Поэтому я думаю, что мы будем воспитывать их очень правильно, по-семейному, как у нас это принято. Все подстраивается под детей в современном мире. А это неверно. У ребенка нет жизненного опыта. Не совсем поняла, что подстраивается под детей. Что? То, что ребенок нуждается во всем. Это явно. Потому что ребенок маленький. Вот вы сами ответили. У ребенка нет жизненного опыта. Поэтому мы ему должны дать этот жизненный опыт и подстраиваться под него. Алгоритм действия психолога при попытке суицида. Это есть, еще раз говорю, разработаны они по регионально, по территориально. Поэтому, естественно, что вы спрашиваете у ваших психологов, у ваших центров, потому что у вас... Если что-то нужно, данные мои есть, есть моя почта, напишите, я просто вышлю то, что есть у меня. То, чем мы пользуемся. В каких случаях обязательно привлечение психиатра? В каких случаях чего? Суицида обязательно во всех 100%. Это психиатр работает. Он приходит одним из первых в школу, там, где это произошло. Муссируется тема подросткового периода. Мы гуляли во дворе, но понимали, что хорошо и что плохо. Но нам четко объясняли родители, что хорошо и что плохо. Если плохо, значит, получишь. Наказан будешь. А как? Если мы не будем о подростках говорить, если мы не покажем подросткам, что они значимы для нас, то, извините, нет, вы присылаете мне на почту просьбу, на мою почту, и я вам отвечаю. Потому что я здесь не буду вылавливать. Это очень сложно. Вот, поэтому, да, мы гуляли во дворе, да, и что? Да, у нас трое были убиты в местах лишения свободы. Так что, в общем-то, ну, еще есть вопросы? Ну, если нету, могу уходить? Ну, все, тогда ухожу. Я не знаю. Пока. 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 Продолжение следует...